Миллиард 290 миллионов столько потратили с 2020 года на реконструкцию очистных сооружений в Сарове в рамках национального проекта «Экология». В этом году на работы выделили 328 миллионов. Средства освоили на 100%, сообщил на заседании Думского комитета заместитель главы города Олег Кочерков. Цель проекта – сократить сброс загрязнённых и недостаточно очищенных сточных вод в реку Сатис. В результате проведённой реконструкции повышена эффективность очистки сточных вод с достижением технологических показателей. Внедрены наилучшие доступные технологии – нитри, денитрификация, биологическая и химическая дефосфатация, доочистка, ультрафиолетовое обеззараживание, повышена энергоэффективность. Обновлены основные производственные фонды, снижен износ сооружений и оборудование, тем самым повышена надёжность. Проведено оснащение приборового контроля учёта с выводами сигнала в диспетчерскую, пробоотборниками и запорно-регулирующей арматурой. Реализации этого проекта глава города Алексей Сафонов просит дать оценку надлежащие. А оценить удовлетворительно предлагают другой нацпроект – «Жильё и городская среда», в рамках которого сейчас благоустраивают сквер на проспекте Мира. По контракту здесь должны были уложить больше 2500 квадратных метров брусчатки, установить освещение и мафы. Работы планируют закончить до конца года. По ходу работ технологической готовности объекта на текущую дату 92%. Есть необходимое количество персонала на рабочем месте. Объект планируется закрыть в соответствии с графиком до 31 декабря. По нацпроекту образования 4 миллиона потратили на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников-директоров школ, по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Исполнение нацпроекта народными избранниками предложили оценить как отличное. С каждым годом нацпроектов, которые реализуют в Сарове, становится всё меньше, заметили депутаты. Можете объяснить принцип, по какому проходит отбор проектов для участия в национальных проектов? Почему есть очень много направлений? Здравоохранение, образование, демография, культура, безопасные качества автомобильной дороги, жилье и городская среда, экология, малое и среднее предпринимательство, сфоровая экономика. А Саров участвует только в трёх. Динамику участия Сарова в нацпроектах глава города представит на заседании Думы. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.